МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Алса Якупова. В этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. Водитель и пассажирка иномарки пострадали, врезавшись в толп Казани. ДТП произошло на пересечении улиц Кулахметова и Усманова. По предварительным данным, мужчина за рулем не справился с управлением. В больницу увезли пассажирку и водителя. Кроме того, кусок от повредившейся машины отлетел в каршеринговый автомобиль и оставил царапины. Недавно женщина за рулем каршерингового автомобиля сбила пешехода прямо на зебре. ДТП произошло на улице Завойского в Казани. Очевидцы рассказали, что пешеход почти дошел до противоположной полосы, когда загорелся красный. В этот момент девушка за рулем каршеринга начала движение. Она сказала, что в темноте не увидела человека в черной одежде. Пешеход получил незначительную травму руки. Как научить собаку лаять по команде посмотрим в следующем сюжете. Обычно команда «Голос» – полезный навык, который прежде всего необходим животным, занятым в караульной, поисково-спасательной и других видов служб. Домашних собак этому трюку обучают исключительно ради развлечения. Товарищи, голос. Молодец, Настенька, браво. Сидеть. Хорошо, молодец. Малик, голос. Браво, Настя, молодец. Самое сложное в дрессировке – заставить собаку пролаять в первый раз. А когда питомец хорошо освоит команду, можно заняться дальнейшей шлифовкой навыка. Малик, голос. Не Настя, Малик, голос. Настя, молодец. Браво, Настя. Число автомобильных аварий с участием диких животных в Татарстане за 5 лет выросло в 3 раза. Если в 2017 году было зафиксировано всего 48 случаев, то в прошлом году уже 150. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 105 случаев наезда на диких животных. За год под колесами автомашин погибло 59 лосей, 31 косуля и 16 кабанов. Авария с лосями происходит в ночное время, когда у водителей включены фары. По словам специалистов, лосей привлекает этот свет, на который они резко выбегают. А водители, которые едут на повышенной скорости, не успевают затормозить. В Казанском поселке Высокая гора автомобилисты показали пример взаимовыручки. Посреди дороги загорелась машина. Тут же проезжающие мимо водители поспешили помочь и потушили возгорание. Причиной пожара в автомобиле во время движения может быть короткое замыкание электропроводки. При попытке потушить огонь нельзя поднимать крышку капота, открывая доступ к свежему воздуху. Лучше это делать вдвоем. Один человек поднимает крышку, второй с приготовленным заранее огнетушителем тушит. Ижевские ГИБДДшники показали, как нелегка их служба. Они решили остановить подозрительное авто. Но водитель не повиновался и дал по газам. Сотрудникам пришлось стрелять по машине. Были повреждены два левых колеса. В конце концов нарушители смогли остановить. За рулем оказался 17-летний подросток. Трезвый, но очень самоуверенный. На этом все. Это были самые обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. До встречи на телеканале Татарстан-24.